О боже, пока играла эта заставка безумная, все произошло. Сюнг проаркадили точку без перетяжка и выбили всех Фазматис в пистолетке. Но это у нас такой некий реванш после Прибалтийской про-серии. Есть возможность у Фазматис сейчас взять реванш. Они проиграли в Прибалтийской про-серии в команде Сюнг на Инферно. Там очень неплохая такая была борьба. Но сейчас другая карта, другой турнир. Это уже суперкубок. Фазматис из Литвы играет в защите. Эстонские Сюнг атакуют. Ну и вот теперь посмотрим. Все-таки второй даст. Все-таки она самая интересная и самая, по-моему, честная карта. Действительно, можно как атаковать, так и защищаться. Тут на самом деле так не очень много схем для атаки. Но тут команда должна играть сложнее. Развод, развод. Плюс стрельба. Тут промахиваться, конечно же, нельзя. Да и вообще, действительно, очень интересная карта. И всегда приятно смотреть матчи на втором дасте. Сейчас Сюнг играет Эко. Выходит Парыч. Да, справляются. Выбивают Б. Точнее, выбивает Парапет. И два игрока остается у Фазматис. Это Дарки вместе с Чекистом. Ну и по составу давайте пока что Эко. У Фазматис. Сюнг. Играют своим привычным составом. Ну, в принципе, как и Фазматис. Панишер, Вуза, Додж, Янс и Генны. Фазматис, Чекист, Даг, Дарки, Выкер и Фана. Все те же герои. Очень интересно сейчас будет смотреть за вторым дастом. Но, опять же, Атака делает свое дело. Атака выигрывает пистолетку. Я говорю про Сюнг. Ну и все-таки, в принципе, если грамотно играть в атаке, то можно брать очень много араундов. Но то же самое можно сказать и про защиту. Потому что вот в последнее время вот многие команды начали использовать поджимы. Там поджимы туннеля. Использовать защиту от длины. Иногда делать выпады из парыча. Заходы в центр. Вот пытаются как-то читать игру. Команды, которые играют в защите. Но кто старается, кто пытается читать. Кто пытается умно играть на втором дасте, тот, в принципе, и выигрывает. Тут в лоб не возьмешь. Тут нужно действительно действовать грамотно. Аккуратно, в первую очередь. Ну и безошибочно. Смотрим, как Дарк принимает центр. Сюда уже зашел один игрок из эстонской команды. Но пока что все очень аккуратно. Есть Галилу Гены, но... Остальных там должны быть деглы. Может быть... Нет, тут даже парочку. Есть Калаш. Вот Додж с Глоком идет сам по длине. Сейчас пробьет, что никого нет. Точнее, по туннелю пробьет, что никого нет. К нему подойдет Панишер. Займут Б-планты. И пойдет сразу перетяжка. Я думаю, от всей команды Сюнку. Вот Гены с плантом. Все, Гены уже начинают в туннель передвигаться. Фазматис, Севриспе. Все кам... Нет, все на парыче. Все на парыче. Три парыч. И двое на Б. Ну, такое. Ударки есть. Один девайс Галил. Хорошо кидает ему. Хае, Флэш. Все, зашли на точку Сюнк. И сейчас попытаетесь их выбить. Но тут нереально. Практически нереально с такой закупкой выбить соперников с точки. Ой, Флэшка ослепила только что Дага. Вверх себя прокидывал кто-то из Сюнк Флэшка. Но все-таки его зажимают. Нет, это Янц. Он принимает одного. И сейчас должен второго принимать. Нет, дальше его Фану минусует. Дарки минусует. Еще игроков с ворот. Неплохо. Два на два. Все-таки можно бороться. В планте еще игрок. А, Панишева. Панишева не видел. Ой, как вышел вуза сразу же. С первой пули щелк по голове. А Фана сейвит Диггл на длине. Ну, не знаю. Может быть стоило помочь тиммейту в этой ситуации. Хотя было бы мало времени. Не было щипцов у игроков. Калаш сейвит Фана. Все нормально у него здесь. 3-0. Становится счет в этом матче. В пользу эстонцев. Они поставили бомбу, по-моему, второй раз подряд. И сейчас есть хороший запас по деньгам. Вот он девайсовый. Девайсовый раунд. Один сейв есть у Фазматис. То есть плюс один девайс на счету. Как бы. Панишер в тоннель. Додж смотрит центр. И трое вот направо. Большая такая кучка играют ближе к Апланту. В четвером. Панишер один идет в тоннель. И тут даже не заходит. Так, сдалека прикрывает. Ну и теперь посмотрим на дефолтный раунд от Сюнк. Что они будут делать дальше. Фазматис все четко. Вот стиль Керченета, длины. Да многие команды от длины сейчас пользуются. И Virtus.pro играют от длины. Многие. Почти все. Очень популярный раунд сейчас в защите. И очень эффективный. ДТС. Чекист ЦВП. Есть минус. Центр минус Нолвуза, который пытался напарить за эти. Меняет позицию. Отдали мидл. Вдвоем подсадили АВП. Сразу поменяли позицию. Поставили чекиста на платформу. Дарк возвращается теперь с кольтом смотреть центр. Ну и на длине сейчас там будет очень жесткая такая разборочка. Тут есть хелпап. Даг минусует первого. Где флэш? Минус второе от дага. Вот только сейчас флэш пошла. Поздновато, конечно. Додж АВП. Панишер в центре. Панишер пошел. И додж пошел. Давайте за панишером последим. Хаешку нет. Все. Додж. Попадает. И уходит. Уходит за угол. Даже еще может... Еще и стрельнул. Еще хочет дальше задавить. Ай, рисковал. Рисковал. 57 хп. Тут панишер рядом. Могут нежданчик совершить. Такой на длине. Панишер минусует. И вот выходит АВП. Двоих видели. Стягивается фазматис на аплант. Давайте посмотрим. АВП принимает через дым. Все. Чекист. Выкер. Беспроблемно. Берут первый раунд в защите фазматис. И 3-1. Ну, возможно, состоится реванш. Фазматисам нужно выигрывать. Они, может быть, смогут реабилитироваться за матч при Балтийской про-серии. Но игра покажет. Тут действительно... Вообще ничего не ясно. Равные соперники. Равные по скиллу. И вот кто сильнее, только будет известно после окончания при Балтийской про-серии. И суперкубка LKM Tool Challenge второго сезона. Ну, до окончания суперкубка. По крайней мере, группового этапа. Тут не так много осталось. Две-три недели. И уже все матчи будут сыграны. Тут останется ждать финал. В Т-шке размен. Поджим. Наверное, не увидели все-таки Сюнг. Поджим. Забегание. Но, тем не менее, вдвоем в туннеле. Двое по центру. Аккуратненько. Сейчас вот пара чефазматис. Поменяли тоже свою стратегию. Попал Даг только что Хае на спуске. Хотел кидать, наверное, в туннель закидывать. Ну и халдят. 4 на 4 в атаке все равно легче. Диффенсу приходится что-то выдумывать. Чикист центр с ВП минусует. Вот Додж на парыч. Пошел. Получил флешку в ответ. Сейчас липой. Ну что, пойдут ли дальше. Двое перед воротами. Ну что, прокиньте гранаты. Хоть, наверное, то Доджу. Вот он под Хаешку сам себе. Под Хае. Хорошо пошла Хае. Но очень хорошо вышел Фана. И Хэдшотом сразу же отправил на тот свет своего соперника. Ну вот теперь Гена. Пойдет на парыч. Тут плотную смотрят. Гена минусует Дага. Фана 1. Его сейчас с двух сторон просто зажимают. Да, это делает Гена минус 2. И ситуация выравнивается. Тут чикист, конечно. Он с ВП очень важен. Не промахнулся. Попадает. Выбивает АВ Плант. И попадает еще раз в Гены, который, может быть, неожиданно хотел сыграть. Но там двое игроков в любом случае погибало. Редко. Получается настолько быстро дать два хэдшота. Еще вернуться от АВП. И 3-2. Что по деньгам? Должны быть девайсы, по идее. Нету, нету Сюнк на длину с глоками. И на Б двое Аркадия. Двое Аркадия делает видимость. Аркадия на Б. Длина не дергается. Никто не срывается у Фазматис. Сейчас литовцы на верочку играют. Вот только сейчас выходит длина. Ну а здесь их ждут. Выкер минус 2. Сходи. Флешка расстреливают сейчас от последнего. Да, тут без шансов, без потерь выигрывают раунд в Фазматис. 3-3 у нас ничья. Сейчас будет очередная закупка. По три раунда взяли команды друг у друга. Хороший респаун на Б. И Сюнк. Вот на самом деле эстонцы, они зачастую не пренебрегают аркадами. Вот кучей, там, аркадами на Б. За счет чего они выиграли предыдущую игру на карте Инферно? Могу сказать, за счет аркад в атаке на Б. Причем аркад простых сразу со старту. На банан, закидка гранаты и выходят на Б. Вот там ничего с такой аркадой не смогли сделать их соперники. Не могли там ни отфлешиваться, ничего. Там просто натиск. Идут прицелы вниз, уворачиваются от гранаты и давят до конца Сюнки. Вот сейчас через холд маленький заняли Б, выбили игроков. А Фазматисам ничего не остается, как сейчас засейвить свои девайсы, вот попрятаться и сыграть следующий раунд на оружие. Потому что этот раунд уже потерян. И это 4-3 в пользу команды Сюнк из Эстонии. И это 4-3 в пользу команды Сюнк. Сохранили. Сохранили Фазматис 3 девайса. Сейчас дают 2 дропа и спокойно сыграют с оружием. Ну вот смотрим, дропы дали там. Ну вроде раскидали, да, вроде раскидали. Все нормально. Включаем карту и снова такой медленный дефолт. Правда Панишер заходит сейчас в тоннель на этот раз у Сюнк. Уже спускается быстренько-быстренько вниз. И все, и чекает, контролит тоннель. Сюнк аккуратно, они не заходят сразу в длину. Вот сейчас Янс один пошел. Очень рискованно вот так вот одному выходить. Можно с ВП просто сразу в очки получить и уже быть в меньшинстве в начале раунда. Тут нужно хотя бы вдвоем туда заглядывать. Вот сейчас вдвоем вышли. Все, под флеш. Четко планта оставили, заняли длину. А и вот теперь от этой инфы можно играть. Фазматис очень много двигается. Сейчас пошли на парыч, вернулись в респаун. Вот пытаются гадать, пытаются отдавать аплант. Тут игра через парыч и центр. Вот возможно готовят выпад сейчас. Нет, ну вроде не собираются высыпаться. Панишер. Получила дага в центре. И в большинстве, в большинстве сейчас уже фазматис. Теперь фана. Стрелки вот пытаются поджать. Так, неожиданно сыграть. Ну, сейчас не получилось минуснуть. Все равно повторить попытку фана. Но его ждут. Идет все равно перестреливаться. Нет, нет, нет. Все, решает уйти. Длина уже начинает работать. Чекист с АВП принимает из респа. Стоит... Нет, он без АВП сейчас с кальтом. А ВП у него нет. Ну, позиция неплохая для приема. Когда еще тиммейты есть рядом. То минус... Ой, ну зажал, зажал. Все-таки одного минуснул. Тут в ответ теперь вот зажимы наказаны. Но даг, даг. Хороший стрелок. ЦВП додж минусует. Двоих минусует. И 1 на 1 остается. Подбирает плант. Разобрался. Даг с парочем. Но тут его АВП будет ждать сейчас. Нужно, да, выходить. Быстро занимать позицию. Вот он, плант. Не попадает. Тут двигаться. Только двигаться. Ни на секунду нельзя останавливаться. Экшен, экшен. Постоянное движение. 10 хп. Нельзя, нельзя нарваться. Нужно дергать. Зажимать через стенки. Все, это минус. Отлично сыграл даг. Ну что, есть щипцы. Это 4-4. Очень равная игра. В исполнении эстонцев Сюнка и литовской команды. Фазматис. Ну, правда, на дасте Фазматис сейчас, ну, имеет некое преимущество. Все-таки ничья 4-4. 4 раунда в защите. И непонятно, что будет дальше. План ставил. Нет, раунд на оружие будет. Даг скидывает ВП. И 3 на Б. Сюнки это не увидели, кстати, эту перетяжку. Очки с центра, 2-я Б. И на парочи 2 игроков. Фазматис. Сюнки снова играют дефолт. Вот, смотрите, Фана флешку. Дым. Ну, аккуратничает, аккуратничает. На парочи сейчас не заходит. Даг близко к центру. Как в предыдущий раунд играет. Сейчас на самом деле Сюнк. Но вот неожиданно Фана пытался задавить Парыч. Вместе с Выкером. Выкер где-то задержался. Ну и вот теперь Выкер остался тут сам. И с Вуза он будет стреляться. Вузу справа, кстати, где-то на прицеле. И Выкер и стоит где-то вот здесь. Вот он, вот он в дыму. Ай-яй-яй. Вуза принимает. Пошла длина Усюнк. Ну и там 1 даг на точке. Вот сейчас должен принимать здесь. С того места с джампера. Ой, как далеко он пошел. Врывается в дым. Минус. Ну тут нужно было, наверное, подождать. Еще 2 на длине. 2 в 3. Проходит. Респаун жмут. Нет, тут, конечно, Дарки сложно будет. Чекист длины. Давайте Чекиста глядем. С АВП. Ой, как может наштамповать сейчас всех. На тебе, в очки получи. Первый. Второй там уже спрятался на Гусе где-то 100%. Дарки нужно смотреть. Ай, все, убили Дарки. Чекисту теперь будет уже жутко. Один за зеленым ящиком, второй ближе к Парычу. Ой, получил хэдшот. Гранату не попал. Все, вуза отлично сыграл. 5-4 в пользу Сюнг. Ну что ж, веселье продолжается. Очень должна быть веселая. Все-таки противостояние, что по деньгам. Фазматис должны играть Эко. Да. Деглы. 2, 3. Помогут ли? Деглы. Ой, пока я отвлекся, тут уже такие события. Фазматис. Вышли Парыч, вышли Тэшку и взяли Эко-раунд. Вот это да. Неожиданно. Довольно неожиданный Эко. Сегодня вообще у нас полный день Эко-раундов. Вообще в первом матче их было 4 или 5 выигранных. Между Виртузами и Простой. И те, и те выигрывали. Вот и сейчас у нас также не без выигранного Эко. 5-5. Фазматис. Вот это может быть один из таких ключевых раундов матча. Вот выигранный Эко-раунд действительно бьет по экономике. И очень положительно на самом деле сыграл на экономике только что Фазматис. Они взяли Эко, плюс сливали. У них есть деньги. Сейчас принимают четко СВП. И Эко, видите, в ответ Эко у Сюнка. Так бы Сюнк бы выиграли. Было бы еще больше денег. Выиграли бы следующий. Снова Фазматис бы сливали. И могли там закончить сторону. Ну, вот как минимум там 10-5 могли выиграть. А сейчас уже 6-5 проигрывают. Даже 11-4 могли выиграть в сторону, если бы вот на этот Эко-раунд. Тут все по деньгам. Все упирается в деньги. Контер-страйк это сплошная экономика. А Сюнк, по-моему, попытаются повторить выход Б. Прошивает Дарки. Должен попадать. Хорошо. Выбиваю чекиста, который заходил в тоннель. И Дарки уходит в тупик. Ну, это мясное место. Тут, конечно, два. Ну, два молочина, конечно. Два минуса сделал. Дальше ХАЕ пошло. Ян, центр. Выходит, никто не смотрит минус. Вот Сюнк, команда точки Б. Можно так однозначно описать эстонцев. Вот на любой карте у них аркады на Б очень хорошо получаются. Они сильны, когда они вместе. Когда что-то пытаются выдумать, конечно, им посложнее. Дак, отстреливается. Нет, тут без шансов. Без шансов все выбиты из игры. Сейчас Фазматит. 6-6. Ничья. Еще три раунда играть командам. У диффанса должны быть... Да, закупаются, слышим мы. Прокупки, арморчики. Безумно немного игра проходит так. Ну... Чекист зашел в Т-шку. По-моему, не увидели. На длине уже минуснули Дага. Вот Панишера зажмут сейчас с двух сторон. Да, делать это Дарки. Вообще в лоб просто, в дым. Давил кнопку и минуснул. Гены. Длину там разорвали. И атака уже на плант. Выкер прыгает в респаун. Два с респа. Давить, давить, давить. Рыкер все давит. Выкер довел. Прицел давит до конца. Вот его тиммейт Дым сейчас снова попытается ворваться. Это Дарки. Нет, нет, нет. Не надо. В прошлом раунде уже врывались дым. Двое прошло уже по спуску. И по-моему, там со спины кто-то... Да, это Чекист. Хорошо. Минус один. Дальше играть. Вон, вон, вон есть игрок на планте. Но этот флэш куда? Своих ослепить? Ну вот прям под своих как раз и залетело. Есть минус от Дарки. Дарки от подсадили. Молодцы. Молодцы. Отлично сыграли Фазматис. Вот они все-таки борются, Фазматис, за то, чтобы взять реванш. И уже выигрывают седьмой раунд защиты на втором Дасте. Вещь, на самом деле, очень редкая, когда защиты выигрывают. Но, правда, еще будет два раунда в этой встрече. И все-таки есть у Сюнков возможность отыграться будет. Снова на Б. Третий раз идут Сюнк на В. Если третий раз пройдет этот раунд, то это уже будет действительно смешно. Но тут АВП у Чекиста. Нужно принимать. На, первый пошел. Второго. Нет, второй не пойдет. Не пойдет. Когда вот такое начинается, когда АВП... Ну, дым. Дым. Он не слишком сильно поможет. Здесь АВП все равно сможет минуснуть. Хотя мало. Чекисту 14 оставили. Дарк. Залетела ХАЕшка. И сейчас Чекиста накроет гранатой там ногу. Ой, ну тут уже все. Тут уже просто все попали под гранаты. Четыре УВУ за ХП. Уже Тэшку там защищаются. Врываться Дарк и пошел. Посмотрите. Включил. Одел шлем с рогами и ворвался в Тэшку. Янцу оставил 2 ХП. Включил Берсерка. Но это не помогает. Все. Чекист тут штампует. Вот он последний ВУЗО с четырьмя ХП. Да. Стоило попробовать, конечно, выйти на точку с четырьмя ХП. Конечно. Можно уж убить всех. 8-6. Можно точно сказать, что Пазматис выиграли первую сторону. Но только с каким счетом? 8 или 9? 6 или 9. Это вообще самый шикарный вариант сейчас будет для литовцев. Эко-раунд на Б. Прием. Сжми. Дави кнопку. Тут даже дергаться не стоит. Не знаю, почему там Дарк так засуетился. Вот смотрите. Паниш раздвигла, наказала и того, и второго. И еще сейчас два девайса. Один точно. Один подобрали. И могут еще раунд. Тут бомбу даже поставить. И может быть даже раунд взять. Смотрите. Куда ты зашел, Фана? Ну. 6 ХП оставил. Конечно, по ситуации все равно Фазматис должны сейчас брать. Но всякое бывает. Ой. Печально. Выходит на точку. Здесь никого. Туннель, да. Минус туннеля. Хорошо играет Дак. И на планете, по-моему, последний. Да. Тут уже справляются. Там 21 ХП у Панишера. Флешку сверху. Принимает ворота. Все. Дак великолепно. Сыграл. Ситуация один на один. Он справился. Отлично. И взяли Фазматис. Девятый раунд в защите. Опять же, повторюсь все же. Но вещь очень редкая, когда вот 9 раунд берет защита. И смена сторон и боевые растарты. Фазматис Сюнг. Сюнг сейчас будет защищаться. Но опять же, я думаю, все вы прекрасно понимаете. Если сейчас Фазматис берут пистолетку, соответственно, я думаю, эко-раундов никаких не будет. Тут уже не ошибутся так до конца. Будут играть уверенно сейчас литовцы. Но опять же, пистолетка. Два эко. Это уже 12. Ну и там, чтобы взять 7 в атаке, это вообще ничего даже не стоит. Это может быть все очень быстро закончится. Не знаю, почему такие проблемы были у Сюнг в атаке. Но я думаю, у Фазматисов такого не будет. Они сейчас выглядят посерьезнее. Так, по инфе играется раунд. Додж на самом деле очень многое решает. Когда находясь в туннеле, он контролит здесь. И говорит, что на Б нет. То есть Гена может перемещаться свободно. И Парыч. Вся команда Парыч пойдет. А есть ли тут какие-то девайсы, кроме Глоков? Тоже очень интересно. У USP фана, правда, последний идет. Видит поджим, получает хэдшот. Начинает перестреливаться. И Дага уже минус нули. Размен пропрыгивает ХЛТВ по 2 игрока. Выкер. Дарки, Глоки, размены. Кто один Выкер остается? Против. Против двоих он, Доджа и Янс, оставался. Но Додж великолепно сыграл. Сделал минус 3. И команда Сюнг берет пистолетку. Да. Ничего не ясно. Возможно, у нас сегодня будет рулить защита. Но, хотя, с другой стороны, если сейчас на ЭКО... Надеюсь, что ЭКО уфазматит. Да, ЭКО с Глоками. Нет, закупают. Что-то закупают. Нам бы с Диглами пойдут. Либо это были гранаты. Есть. Дигл 1. Ой, как... Откуда это было? Что это было вообще? Додж прострелил, по-моему, через Тоннель. Либо зашел... Да, Додж минус 3. Сейчас минус 4 будет. Гена помог. Гена последние два минуса сделал. Да, тут без шансов. Но тут нужно закупаться. Сейчас брать Галилы, Калаши и брать раунд. Вот, честно, Фазматисам не стоит играть ЭКО. Вот, я не советовал бы парням сейчас играть ЭКО-раунд. Продоплант ни разу не поставили. Ну и что мы решаем, парни? Да, вот, решили купить. Все, купили. Есть Калаши, Галилы. И пошли, пошли, пошли по атаку. Куда только вот пойдут они? Глоком заманивают. Поближе стреляют. На девайсе не палят. Ну, тут панишер, может, сейчас всю контору. Все, пошли, Калаши, Галилы, все. Ой, как хорошо пошла граната. И вторая, не менее, шикарно залетела. Вот там нечего кучковаться. Посмотрите, где уже у нас находится Додж. Он уже в РСПе. Ну, сейчас зажмут. Ну, нельзя играть так замкнуто. Нельзя отдавать тоннель. Вот он, Додж давит с флешкой. Уже тут... Нет, ну, его решили, по-моему, придавить. Серьезно, он сам слепой. Сейчас в ответ получил флешку. Стал за угол. Мчит Дигл. Нельзя умирать. Да, снесли. Девайс принес. Ну, тоже сыграл не самым лучшим образом. Туннель. Нет, возвращаются. Прыгнули, вернулись. Что? По фазматисту не знаю, что тут делать. Они как... Какая-то модель. Молекулы тут просто... Носятся туда-сюда. Такие кругленькие шарики у нас по карте. Хаотичное движение у команды. Но вот по концовке все-таки решили выйти на Б. Да. Как-то угадали с выходом. Там даунфу игрок, который находился в центре. И сейчас берется раунд. Берется раунд фазматисами. Тут уже сюнкам лучше сейви девайса, нежели тут перестреливаться. Потому что... Ой-ой-ой. Вуза отстрелялся так как. Ой, здесь фана с деглом вышел. Прямо по шапке надавал и все. Еще и джекист хэдшот оставил Янцу. Все, девайсы выбиты. И фазматис переламывает игру и берут раунд в атаке. Сейчас эко у диффенса. Как минимум один раунд точно будет на сливе. Может быть даже и два. Если захотят играть через два АВП, там точно не всем хватит. И нужно будет два раза подряд играть эко. Это уже 3-2 в пользу атаки. И вообще 7 раундов всего нужно взять фазматисов. 7 раундов атаки это вообще ничего. Это бац-бац. И в дамках. Поджали туннель Сюнк. Сейчас зашли контролят с другой стороны поджима длины. Увидели. Увидели этот поджим. Все, прогнали Сюнк. Но аккуратно играют фазматис сейчас. Минус на длине. И напарыч, напарыч. Передвижение. Так потихонечку, но уверенно передвигаются. Фана. Он вообще издалека смотрит туннель. Выкир спиной, правда, там в туннеле. А, нет, он подсаженный. Ну тут ярко все. Здесь все ярко сделано. Подсаженный выкир. Прошли парыч, задавили. Янс 9 хп. Ну кто-то ж точно посмотрит на него. Выкир там с подсадки дал минус так же. Все. Все нормально. 2-2. 11-8. В пользу команды фазматис из Литвы. Команда из Эстонии сейчас Сюнк будет бороться, конечно же, в защите. Но шансов у них теперь поменьше. Все-таки, видимо, реванш состоится в Суперкубке. И, скорее всего, фазматис сейчас смогут давить. Хотя, вот, судя по второму дасту, если честно, я на этой карте вообще боюсь предсказывать какие-то либо результаты. Особенно после DTS Cup. Особенно после матча Агейминг против корейцев. Это, наверное, против V-Mate Fox. Это вообще сумасшедшая игра. И, по-моему, она из рода фантастики. И вот матчи, которые должны были закончиться с другим результатом. Ну вот, это, конечно же, так как выиграли V-Mate Fox, из какого они вообще, из какой ситуации они вытащили игру. Там 3 в 1 в последнем раунде. 2 в 1 в последнем раунде. Ну и вообще, там нужно было взять 1 из 5 или 6 раундов. А Агейминг в атаке. Они не смогли это сделать. Ну, причем, я же еще повторюсь, такие были жесткие раунды, когда один игрок брал с поставленным планом против троих, там, с двадцатью ХБ. Ну, что ж, додж при B плюс C у Фазматис. Хотя все вышли в центр. А B у нас будет только один выкер. Ну, вот неудобно. Должен кто-то из туннеля накалять вот этот АВП. Уже бы дали, уже бы хлопнули по сейчас. Смотрите, вот он. Вышел калаш и хлопнул. Ну, раньше. Панишер уже на хвосте в туннеле. Ай, поспешить нужно было, наверное, Панишеру. Там, видите, Фазматис уже уничтожают всех. И Панишер с Янсом остались вдвоем. И сейчас еще и туннель увидели. Янс перед воротами. Панишер в туннеле. Ой, хорошо, как Янс снял. Теперь Дарки. Отлично. Дарки отстрелялся. Выкер отстрелялся. И важный раунд берут Фазматис сейчас. Очень важный был этот раунд. Третий. И двенадцатый, в общем-то. Есть респ неплохой. Ну, не самый лучший, конечно. Но есть под бэр и спаун. Нет, не идут. Просто дропают сейчас оружие. Аусюнг должен быть эко. Да, деглы. Это деглы. Два длина. Один перед ворот. Дош. Вливается сейчас в туннель. Его быстренько принимают. И Фазматис сейчас выйдут в бэплант. Все вместе. Гена очень близко, кстати, в туннеле. Слева в респе еще один игрок. Есть атаки. Вот от Гена в спину погибает. Дальше Янс. Вместе с Вуза в туннеле. Панишера минус нули в точке. И вот он пошел. Янс. Вуза минусует. Но он последний. Девайс ему, конечно, не достанется. Даркий. Тут как тут. Четыре в атаке у Фазматис. И тринадцать в общем. Тринадцать шесть. И вот еще одна оружейка. Ну, правда, если сейчас, по-моему, выиграют Фазматис раунд, то дальше у Сюнг будут деньги на закупку. Потому что Фазматис берут четыре. Если сейчас выиграют пять подряд. И там на Фамоса с броней уже будет хватать атаки. Два длина Панишер Парыча. И уже непонятно, как-то вот. Вот видите, команда двигается много. И много бестолкового на самом деле движения сейчас. По-моему, не знаю, Сюнг, как им держать. Пытаются найти, по крайней мере, новые места. И Парапет. Фана делает минус. На Парыча начинаются откидывать гранатами друг к другу. Гены быстренько смещаются в центр. И три игрока на Апланте. И три Парыча, один длина у Фазматис. Смотрим за Чекистом. Есть, хорошо, выбил второго Чекиста. Ой, отлично, на Аиме сыграл. Поставил два хэдшота. Но тут Янца нужно, нужно давить Янца. Кто длина? Где же Даг? Ну, вот Даг, видите, Даг идет, а парни на Парыча убегают с точки. Ну, спорная ситуация. Гены остается один. Ну, а Выкер сейчас зайдет на Абэй, поставит Плант. Дарки здесь в дыму, конечно. Он на шукере стоит. Средить. А, ну тут палец, а Кольт сам по себе. Пробежали вон ножки. Ой, забежал. Все, и обратно вернулся. И Дарки ставит хэдшот Геннесси. 5-2 в пользу Фазматис. Им еще нужно всего лишь 2 раунда выиграть. А что по деньгам усил? Да, вот берут, как я и говорил. Тут хватит. Есть Фамас, я видел. Хотя, Дигл один. Непонятненько. Фамас у Гены, Фамас у Янца. Пошел, докупил. Ну все, тут уже поплыла игра. В свою очередь, Фазматисы. Ну, действительно, хороши сейчас. Чувствуют игру, чувствуют победу. Запах победы, он настолько сладок. И вот там поджим с туннеля. Нужно смотреть, центр там двое в туннеле. Ой, там туда гранат. Целая пачка залетела. И граната еще и в туннель. Ну, тут закидали со всех сторон. Сколько же там хп осталось? У Гены 93. Тут его даже не покоцали. Доджа 35. Вот он получил, наверное, больше всех. И длину, длину выходит. Плант занесут на длину. Выкир очень рискует. Там вот, смотрите, еще с ямы стреляют. Чекист не промахнулся. А флешка на длину. Чекист давит с АВП. Ну что это творит-то он? Нет, это нормально все. Заняли длину теперь. Ну это как банан занимать на Инферно. Занимать длину на Дасти, на Белла. То же самое. Очень важная вещь, которую можно контролить. Ну, правда, атаки ее выбивать гораздо сложнее, чем на Инферно. Ну, хотя, если честно, он где-то так одинаково. Что банан, что длину занимать. Перетяжка. Ну, Б плюс С сейчас разыграют. Там Фана пользуется, пользовался пространством. Но Панишер его нашел на Парыче. И центр заходит. Ай-яй-яй, Гена сейчас получит. Получил от Дага прострелом. И вот сейчас один додж будет принимать выход на Б. Там уже просто побежали, побежали. Сейчас фазматисы, додж с деглом не убивает первого. Все, это раунд за литовцами. И они сейчас именно фазматис, скорее всего, станут победителем в этой игре. Потому что на следующий раунд, если не будет сейва, у Сюнг будет очень-очень мало денег и очень плохие девайсы. Хотя уже будет шестой, седьмой раунд. И шесть раундов подряд проиграны. То есть, сами понимаете, сколько там дается. По 3 900 или 3 800 чем-то. Плюс из-за фраги можно коль даже брать. Ну, что Паннишер пытается сделать. Ну, по-моему, Дарки ему сейчас его догонит. Да, ну, догонит. Ну, за зеленым проверил. Нет, не проверил. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот сейвить нельзя давать. Потому что там и так денег дается немало. Ну, еще и Паннишер дроп, если что, может сейчас дать. А это очень плохо для последнего раунда. 15 у Фазматис. 8 у Сюнк. И вот он дал Паннишер дроп 1. Еще тут раскидали оружие. Ну, по-моему, у всех Сюнк есть деньги. Хотя, понятно, может быть не все вторые арморы. Может быть не у всех есть там полный набор гранат. Есть минус на Б. И, по-моему, Фазматис сейчас свободно додавит Б-плант. Хотя пока что не спешат. Бомба лежит на квадрате перед длиной на 8-6. Выход Б-планта. И все, выходит Б. А, ну, это такой развод на самом-то деле. Выход на Б. Там вся команда Парыч словно на шифтах выходит. Гена здесь у ХП вот тут попытается сейчас выбить. Вот он накаляет, кто-то накаляет. Даг накаляет. И ушел там. Ой, как отлично ушел. И все. А Парыч уже прорвали. Здесь один Вуза со спуска из Деглом пытается принять. Нет, тут без шанса. Все, ставят бомбу. Это ГГ, могу вам сказать. 16-8 победы команды Фазматис. Ну, уж очень хороши позиции сейчас. Даже с Сюнком ничего не сделать. И Генны сейчас убьют в спину. Вот отсюда, смотрите, Даг. Если не заснет, то должен минуснуть. Ну, там Дарки справился. Все, 16-8 победа команды Фазматис.